Недавно коснулась такой темы, я курение, вот, ну, и решила рассказать, в общем. Значит, курила я, можно сказать, с подросткового возраста, очень много лет, так как в семье нашей курили все, и папа курил мой, и мама моя курила, мама тоже, кстати, не бросила, уже давно сама бросила, по-моему, то получается, что доступ был всегда к сигаретам, и это не скрывалось, как бы это даже считалось, как бы круто в то время курить, вот. Ну, и начала я курить. Курить начала я, я пошла к своей подружке в гости, ну, на то время подружка, сейчас мы увидимся, не общаемся, вот. Вот, и она курила, и первой моей сигаретой стала, не поверите, сигарета Беломорканал. Первая моя сигарета была Беломорканал, вот. Потом была Родопи, Ту-154, по-моему, или просто Ту, я уже не помню, как они точно назывались. Вот. Ну, позже были сигареты Моро, такие длинные, коричневые, с ментолом еще, я очень любила. Потом, это то, что я помню, ВОК. Что же еще было? Кент. Так смешно название вспоминать. Короче, первая сигареты были Беломорканал, и потом я подворовывала у мамы, у своей Родопи, и Ту, по-моему, сигареты. Вот, Родопи точно, помню, блоки были, я брала. Родители мои узнали, мама узнала, что я курю. В принципе, в скором времени, можно так сказать. Особо реакции такой какой-то очень бурной не было на этот счет. Ну, курю-то и курю. А как же ты куришь, как мы не видели. Это как же мы пропустили, как мы не чувствовали. А давай покурим возле нас. Ну, короче, первый раз я покурила с мамой. Вот, в принципе, у меня бабушка начала курить очень поздно. В сорок с чем-то лет. По-моему. Она никогда не курила, но попала в аварию, и почему-то решила закурить. Вот, короче, это своя такая история. Короче, курила и мама, и бабушка. Мы жили все вместе. Я же говорю, доступ к сигаретам был у нас всегда. Вот. Курила я, курила. Потом познакомилась со своим мужем в 18 лет. Еще мне не было в 18 лет. В 18 лет я вышла замуж. Муж, кстати, курить начал только в 25, по-моему. Ну, поздно. По-моему, на день здоровья он начал курить, если я не ошибаюсь. Он рассказывал. И что, мы жили 5 лет без детей. Мы не планировали детей так рано заводить. И жили в свое удовольствие, можно так сказать. Вот. И поэтому курили сколько хотели. Друзья у нас были все курящие были. Никто не думал, что мы бросать. Вот. Жили в коммунальной квартире. Сначала у мужа жили, у свекрови. Потом жили в коммунальной квартире, в которой я выросла. Моей. Потом уже, когда на Куренюку переехали, отдельно жить. Ну, кстати, я, когда ходила беременная, двумя детьми старшими. И Вероничкой, и Артурчиком. То я, получается, Вероничку, когда забеременела, я за год бросила курить. Чисто мое было решение. Мне надоело. Надоело то, что все время вот эти два пальца воняют. Знаете, от всех лет, вот эта желтая. Вот. И надоело просто курить. Но я такая, у меня сила воли была. Наверное, и есть. Вот. И я могла бросить, могла не курить несколько дней. Вот. Короче, я бросила курить. И, получается, через год я забеременела дочкой. Вот. Родила дочку и кормила ее грудью. Забеременела сыном сразу. И, соответственно, я тоже не курила. Вот. А уже когда подросли мои дети, ну, когда я перестала грудью кормить, я уже не помню этот момент, но я начала опять. Так что, курили-курили мы. И вдруг в один момент, я такая, я утром никогда на голодный желудок не курила. Я вот это утром вставала, ехала на работу, и там на работе уже курила. Если же я дома была, я даже не помню, чтобы я бегала на балкон по сто раз. Знаете, так. В основном это было такое уже курение, осознанное у меня. То есть, когда компания там с мужем вдвоем, если вечером там, вышли на улицу на прогулку. Ну, вот там дети гуляют. Мы там стоим, курим, да, где-то в сторонке. Вот. Но когда один момент, муж у меня курил в самое утро. Вот он вставал и бежал на балкон курить. Боже, это было так давно и так странно. Я сейчас вспоминаю вообще. Прямо удивительно. То, чем он вставал и выходил, выходил курить на балкон, и приходил с этого балкона, просто лицо у него было, знаете, такое гледно-зеленое, и состояние такое потухшее, убитое. Я смотрела на него, то есть, ну, говорила ему, ну, не кури утром, потому что тебе это, ну, вообще не в каев, тебе это не на пользу. Если можно так сказать, что курение вообще может быть на пользу. Нет, конечно. Но утром вот курить вообще, это просто жесть. И потом в один момент я как-то заметила, что он перестал ходить на балкон, и мы приехали сюда гулять на озеро, мы тут не жили, вот, и получается, приехали сюда, и я смотрю, что мы гуляем, а он не курит. И я ему говорю, ты что, курить бросил? Он такой сначала, нет, нет, а потом говорит, да, я бросил гулять. Со вчерашнего дня, или что-то такое, или несколько дней, я уже не помню. Я говорю, молодец. Он говорит, ты знаешь, как я бросил курить? Я говорю, нет. Он говорит, мне дали почитать книжку Ален Карра «Легкий способ бросить курить». Вот. Вернее, ему на диск закачали, и он слушал на работе. И вот он там прослушал какую-то часть, даже не всю книжку, и решил бросить курить. Это, кстати, очень знаменитая книга. С ее помощью очень многие люди бросили курить. Ален Карр «Легкий способ бросить курить». Вот. И я говорю, ну, молодец. Я еще какой-то момент, какие-то дни еще курила, может, неделю. А потом я подумала, что мужу будет очень сложно, потому что я буду рядом курить, будет запах, будет все время сигареты, да, присутствовать, и он может сорваться. И я решила тоже бросить курить. Ну, так как мне сила воли, силой воли давалось легко бросить курить, ну, как, я то курила, то не курила. я, ну, с малолетства я курила каждый день, конечно, по многу. А потом уже в более взрослом возрасте я могла себя удержать. Хотелось, да, но как-то могла вот не курить в какой-то период. Ну, и я решила мужа поддержать и тоже не курить. Он мне купил книжку на книжном рынке. Он принес этот диск домой. Вот. С книжкой. Ну, я, по-моему, я не помню, я книгу читала или нет до конца. Ну, один раз я ее дочитала до конца. Она такая, конечно, для меня сложновато в чтении. Вот. Но я вам хочу сказать, там в книге сразу написано и говорится об этом сразу, что если вы не планируете бросать курить, то есть, если вы хотите там, вот сегодня одну сигарету покурю, завтра там, вернее, сегодня там 4 сигареты, завтра 3, завтра 2. Типа и так брошу, постепенно нет. Бросать надо сразу, резко и без всяких там одна-две половинка, одна затяжка однозначно бросать нужно сразу, резко. Вот. Рассказывается там очень много в книге, доводов, но самое главное то, что там говорится о том, что если вы не хотите, вас никто не заставит и вам эта книга не поможет. Вот. Так я бросила курить, и муж мой больше тоже не курил. мы бросили вдвоем, вот, и стали намного счастливее, меньше денег стало уходить на всякую, можно сказать, ерунду вообще, еще и как бы трата, ну, как бы убивание, да, своего здоровья сигаретами. Плюс это огромные деньги всегда, алкоголь и сигареты это деньги. Вот. И плюс вот этот запах от вещей, от волос, от рук. Вот. Это, конечно, еще та история. Вот. Так что, кому интересно, можете прочитать книгу «Легкий способ просить курить» Аленкара. Возможно, она вам поможет, если вам, конечно, это интересно. И ни на какие электронные сигареты, ни на какие вейпы и все остальное не переходите. Просайте курить и ничего больше в рот не берите. Ненужного.